У нас осталось совсем немного времени, вернее, мы уже превысили все лимиты. Приглашаем Аршинова Ирина Александровна с докладом «Опыт ультразвуковой диагностики новообразования сердца». Дискуссии оставим в завершении. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. В докладе пойдёт речь о злокачественных образованиях сердца, как первичных, представленных саркомами и лимфомами сердца, так и вторичных, имеющих метастатический характер. Первый пациент 40 лет с установленным диагнозом синовиальная саркома перикарда с прорастанием в миокард левого желудочка, передсердия, а также лёгочные вены, корень правого лёгкого. При эхокардиографии в простернальной позиции по длинной и короткой оси в полости перикарда визуализируется объёмное многоузловое образование, прилегающее к левому предсердию. Можно как-то запустить? Подтормаживает запись. Прилегающее к левому предсердию нижний, боковой и передний стенкам левого желудочка, а также правого желудочка. Образование многоузловое. На левой видеопетле на уровне клапана лёгочной артерии мы не видим ветви лёгочной артерии. Они прикрыты образованием. Пациенту не показано хирургическое лечение, проводятся курсы химиотерапии. Уже проведено 4 курса с доксирюбицином с положительным эффектом. Разница между двумя данными видеопетлями около 2 месяцев. Видна положительная динамика в виде уменьшения объёма опухоли. Справа уже отчётливо виден клапан лёгочной артерии. Слева его не было видно. А также частично ствол лёгочной артерии. Между данными съёмками также период около 2 месяцев. И также видно уменьшение толщины одного из опухолевых узлов, прилегающего к левым камерам сердца, примерно с 7 см до 5 см. В начале лечения опухолевое образование умеренно сдавливает полость левого предсердия извне. Слева мы видим более свободное его расправление. Клинически отмечается значительное улучшение состояния пациента в виде полной регрессии одышки, улучшения дыхательного статуса. Лечение этого пациента продолжается. Следующий пациент, 68 лет, с предварительным диагнозом опухоль перикарда с признаками вырастания в крупные сосуды. На первый взгляд диагноз звучит несколько схоже. При эхокардиографии вокруг всех камер сердца визуализируется неоднородное, неравномерное утолщение листков перикарда, наиболее выраженно у свободной стенки правого желудочка до 3 см со снижением его сократимости. Между массами фрагментарно визуализируется жидкость. Также определяется снижение подвижности суперикардиальных отделов миокарда за счет фиксации к неподвижным структурам опухоли перикарда, выраженная констрикция, диастолическая дисфункция левого желудочка второй степени. Морфологическое исследование трепан-биоптата позволило установить диагноз агрессивная B-крупноклеточная лимфома с массивным опухолевым образованием в переднем средостении с поражением перикарда. К сожалению, пациент скоропостижно скончался, не успев приступить к химиотерапевтическому лечению. Стоит отметить, что прошло не так много времени от момента манифестации клинической симптоматики в виде появления умеренной одышки при нагрузках около 4-5 месяцев. Следующая демонстрация пациентка 45 лет, также с лимфомой. Диагноз звучит как агрессивная неходшкинская B-клеточная лимфома с поражением перикарда, признаками вырастания во всей камере сердца, а также межжелудочковой и межпредсердной перегородки, что осложнилось развитием АВ-блокады третьей степени и потребовало в дальнейшем амплотации двухкамерного стимулятора. В четырехкамерной абеккальной позиции можно наблюдать образование перикарда, перегородки. Также здесь отчетно видно пролоббирование одного из подвижных узловых образований правого предсердия в правый желудочек к диастолу. На примере данной пациентки хорошо видно, что злокачественные образования могут как инфильтрировать стенку сердца, покрывать камеры в виде утолщенного перикарда, но могут быть и исключительно внутриполосными образованиями. имитируя доброкачественные опухоли, миксому, фиброэластому или опухолеподобные образования, такие как тромбы. Пациентка находится в процессе химиотерапии. В конце сентября ей будет проведен уже четвертый курс полихимиотерапии с доксирюбицином. Видно уменьшение образований. Регрессировало пролоббирующее в правый желудочек образование, но в субкастальной позиции мы пока еще можем определить объемные массы в остилающие стенки правого предсердия и правого желудочка, боковую и крышу правого предсердия. Клинически у пациентки также регрессировали явления сердечной недостаточности, одышка, отеки, нижних конечностей. Лечение продолжается. Это были примеры первичных злокачественных опухолей сердца. Следующие два клинических случая это примеры метастазирования в сердце. Первый из них пациент 64 лет, исключительно редкий анапластический рак щитовидной железы четвертой Б стадии. При выполнении рутинной эхокардиографии было выявлено сперва одиночное узловое образование на ножке на свободной стенке правого желудочка, причем видимое лишь в модифицированной парастернальной позиции, когда наиболее хорошо раскрываются только правые камеры сердца. Пациент был направлен на дообследование в объеме МРТ сердца, что заняло несколько недель, и данная съемка произведена через 3 недели. После первичной образований выявлено уже 2, причем 2 с элементами флотации. Пациент показан кардиохирургом и успешно прооперирован. Пациенту одномоментно выполнена тиреодоктомия и удаление метастазов анапластического рака щитовидной железы из правого желудочка с пластикой трикоспидального клапана. Второй клинический случай метастазирования рака пищевода у пациента 64 лет в правый желудочек. В области свободной стенки правого желудочка визуализируется гетерогенное образование гантелеобразной формы с рыхлым подвижным концом пролобирующей в устье легочной артерии. Пациент обсужден с сердечно-сосудистыми хирургами, учитывая флотирующий характер образования правого желудочка у пациента высокий риск развития тромбоэмболии. Однако ранее онкологическим консилиумом принято решение о консервативной тактике ведения пациента и ввиду распространенности онкологического заболевания отсутствия влияния образования правого желудочка на центральную гемодинамику хирургическое лечение данному больному не рекомендовано. Пациенту проведено 6 курсов полихимиотерапии поклитоксел, карбоплотин, цисплотин с положительной динамикой. Пациент остается под динамическим наблюдением и чувствует себя удовлетворительно. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Ирина Александровна. Еще хотелось бы добавить к тому случаю, где мы видели метастаз анапластического рака щитаидной железы, что пациент был направлен на эхокардиографическое исследование в плановом порядке в плане предоперационной диагностики и практически впервые было выявлено данное образование, что значительно повлияло на тактику лечения пациента и привело к успешным результатам лечения. Надо отметить, что пациент в настоящее время жив. Да, он буквально несколько дней назад выписан из стационара, было образование надпочечников, подозревали рецидив анапластического рака. Как только получим какую-то гистологию, может быть, что-то мы опубликуем, и тогда, в общем-то, будет... Словно, очень интересный случай, показательный. Рецидива нет, ни по сердцу, ни по... Продолжение следует...